Итак, буквально три мишны остается до конца всего трактата Назир. И в первых двух мишнаем от последнего, заключительного, девятого перека мы разбирались, а кто вообще может стать Назиром. Мы сказали, что не еврей, как бы ни старался, что бы ни говорил, Назиром не станет. При этом женщины и кнаонейские рабы, они, да, могут стать, если возьмут на себя обязательство быть Назиром, они становятся Назиром. Единственное, что есть различия между женщинами, между рабами, в плане там есть строгости свои, есть свои слабости. Дальше мы учили про тумататгом, что есть некие места скрытые, где никто, ни один человек в мире не знает, что там, оказывается, есть захоронение. И уже после того, как бедолага Назир очистился, думает, все отлично, вдруг выясняется, что он ходил по месту, где сейчас нашли захоронение. Как быть в этой ситуации, да, что мы думаем, что в этой ситуации можно на это, то есть он не становится неем, просто закончил. И обращаем на это внимание, при условии, что он уже принес скорбонот или, по другому мнению, остриг волосы. Так, наша третья мишна также приводит заодно, Мы сказали, да, последнее, что было в прошлой мишне, мы сказали, то есть основание этому закону. И какое мы сказали там основание, кто помнит, что есть такое правило общее, что человек, презумпция, в которой он находится, это как бы обладает определенной силой. То есть если заведомо известно, что человек чист, то как бы нужно что-то очень существенное, чтобы сделать его нечистым. Или наоборот, если человек заведомо известно, что он нечист, нужно что-то очень существенное, сомнительная ситуация, не способная изменить его подтвержденный статус. Это то, что мы сказали в прошлой мишне. Так вот, шегамба мишнат галалы мишнат битуй зэ, киесод витамилы галахо ташниот баген. Так, эти мишнают, последние заключители, они тоже будут базироваться на таких вот глобальных каких-то принципах. Вот это связь, да, с предыдущей мишны, наших мишнают. Так вот, наша мишна занимается законом. Если в каком-то месте нашли захоронение, могилы, и непонятно теперь, ты нашел вроде две могилы. Слушай, две могилы подозрительно. Либо это просто два человека погибло и здесь их похоронили, либо это кладбище, просто очень древнее кладбище, и тогда получается, что территория-то гораздо больше, могилы могут быть где угодно. Поэтому раньше всегда был обычай, то есть когда были законы чистоты, нечистоты, были специальные люди, они ходили, они проверяли все дороги, по которым ходят люди, что рядом находятся, да, особенно там, где есть подозрения, что может быть какая-то тума. И все это место очищали, все эти места. Почему? Потому что придет время Ола-Тарегель, то есть Песха-Шивота или Сокота, когда все евреи двинутся в Иерусалим, все эти дороги будут забиты людьми. И этим людям нужно принести Курбан-Песах, они должны в чистоте дойти до Иерусалима. Это не маленькое приключение. Если получится так, что они где-то, там будет какое-то одно, единственное захоронение по пути на какой-то дороге, все люди попадут на, не смогут принести Песах. Так вот вопрос, можно ли оттуда перенести эти могилы? Это очень на самом деле важный Аллаха. Можно ли перезахоронить человека? Ведь есть такой закон, что мертвец как бы приобретает эту землю, в которой он лежит. Есть такой закон, что нельзя тревожить человека после смерти, могилу его, место его захоронения, без супер каких-то для этого просто причин. Если это опасно, что будут как-то там, не знаю, надругаются. Но так просто нельзя вот заниматься перезахоронениями. Это не так просто. И поэтому, что делали? Лучше, чем перезахоронить этих людей, просто на это место, где нашли могилу, делали какой-то постановент, то есть какую-то табличку, какой-то что-то, опознавательный знак, что осторожно, здесь могила. Чтобы всем было понятно, что туда не приближаться. Но в случае, если вдруг нашли какую-то могилу, неизвестное захоронение, непонятно кого, чего, что, вот тогда наша мечта учит, что можно перевести тело. Потому что, как мы сказали выше, часто было, что у человека не было возможности похоронить на кладбище, его похоронили с целью перезахоронить изначально. Но по каким-то причинам, видимо, не получилось. То есть человек брошен один, вдруг похоронен непонятно, там, у дороги. Вот в этой случае можно, Мишна будет учить, что можно перенести. И так говорит Мишна. То есть, имеется в виду, человек выкапывает гроб, тело. Либо по причине, что, да, просто проверяет места на наличие источников Тумы и так далее. В итоге, нашли. И вдруг он находит тело усопшего в месте, которое проверялось неоднократно. И там нет поблизости никаких могил, и кладбища никакого нет. Но вдруг нашли тело. И видно, что он мушкав кедарко, что тело лежит, как положено, мертвецу. То есть, его похоронили, как еврея. Ну, нормальное было захоронение. Но тло, это твусато, разрешается взять его и перезахоронить. То есть, взять его из этого места и похоронить в нормальном кладбище. Причем, пусть возьмет его вместе с той землей, в которой он лежал. Потому что мы сказали, да, тело приобретает землю, в которой лежит. Поэтому даже при захоронении необходимо взять часть земли, в которой он лежал. Да, то есть, взять немного от земли, которая его окружала. И перевести. Теперь, что делать, если человек случайно вдруг нашел два захоронения? Про которых тоже не было известно. И очевидно, что их похоронили там по какому-то обстоятельству, да. То есть, случайно. То есть, это, видимо, что-то случилось. И вот так их похоронили в этом месте. Но тлан вэт твусатан. Разрешается взять их и перезахоронить. Вэн хошащим шемакан бейт кворот. И нет опасений, что здесь кладбище. То есть, не надо опасаться, что, о, две могилы, так это, наверное, уже... Тут вообще целое кладбище вокруг. Маца шло шааа. Теперь, если нашли три захоронения вместе, овали маца шло шаа мэти им, и вроде бы как бы не знали, но вдруг нашли. И меж бэн зэ ла зэ бэн кэвер решон на кэвер шлэши. Мэарба амот вэ ад шмуна. Если между захоронениями расстояние от четырех до восьми амот. То есть, от двух до четырех метров. Ло пахот мэарба амот вэ лоэтэр мишмуна амот. То есть, не меньше четырех и не больше восьми арэйзу шхунат кворот. Это чистое доказательство того, что здесь кладбище. Потому что так хоронят на кладбище. Если близко, наверное, просто скинули в одну могилу. Да, это еще не говорит, что это кладбище. Если слишком далеко, тоже, да, разные две ситуации было, и просто совпало, что они оказались вместе. Но если они на удалении от четырех до восьми амот, это очень большой показатель того, что это древнее кладбище. И тогда запрещается перезахоронять людей отсюда. Но если меньше четырех амот, то значит, это была окрая. То есть, это был какой-то экстренный случай. Из-за какой-то спешки или какой-то нужды. То же самое, если больше восьми амот. И тогда можно перезахоронить. И поэтому человек, когда нашел захоронение, должен проверить ад захоронения во все стороны, что обычно, как бы, да, вот этот вот склеп, то есть территория пещеров, в которой захоронялись люди, она обычно была четыре на шесть амот, шестью четыре, двадцать четыре квадратных амы, да. И еще у него был как бы дворик. Дворик этот был шесть на шесть амот, тридцать шесть квадратных амот. И, как бы, да, эти склепы устанавливались, да, напротив друг друга. И получается, расстояние от одной до другой достигало максимально восемнадцать амот. Шалош по амим шесть, то есть три раза шесть, если по диагонали. И так, как иногда будет отключение, да, мы добавляем еще и обязываем. То есть, когда эти люди проверяют дороги на наличие тумы, если они нашли захоронение, они обязаны перекопать все в радиусе двадцати амот. Потому что, возможно, это был древний склеп, а если это древний склеп, то у него была территория двора, а это территория шесть на шесть, а значит, четыре на шесть плюс шесть на шесть, и еще там по диагонали до следующего склепа. Двадцать амот по радиусу они должны были все осмотреть. И то же самое, если он найдет на расстоянии двадцати амот еще одно захоронение, обязан от него еще двадцать амот, да, в радиусе двадцати амот, еще раз от этого места все проверить. Почему? Потому что есть основание этому. Какое основание? Древнее правило. Есть такое правило. Потому что правило гласит так, что если на расстоянии двадцати амот ты найдешь еще одно захоронение, то значит, они могут быть связаны, ты обязан искать дальше. Ведь если ты найдешь три, то, как мы сказали, то это меняет статус. Это превращается из захоронения случайного в захоронение, как бы, преднамеренное. А это значит кладбище. А если это кладбище, есть закон, нельзя тревожить, то есть нельзя перезахоронять просто так людей. Шилу митхилам отцао, да, повесить там табличку, что угодно, но перезахоронять нельзя. А если ведь он этого не сделает, скажет, что одно захоронение, рядом ничего нет, он захочет это перезахоронить. А ведь, возможно, на расстоянии двадцати амот было еще одно, а от него еще одно, и тогда это меняет дело в корне. Тогда даже первое нельзя было перезахоронить. Ну, ух ты, какая большая мишна. Есть еще? Давайте еще пять минут. Не знаю, как пять минут. Я готов. Готов? Ну, давайте. Слушаем, кушаем там. Итак, в нашей мишне целых три закона различных. А суть их... Что вещь, которой известно, что она такая, да, у нее есть хазака, то есть презумпция, что она такая, и чтобы ее изменить, необходимо что-то очень существенное. А решена бейнян негаи. Первое, закон будет касательно пятен. Пятен имеется в виду нега, это, да, пятен проказы, да, струпы и прочее, да, что есть. Ашния. А второе, это бейнян назав. Касается истечения изава. Это было такое заболевание в древности, которое было как у мужчин, так и у женщин, делая их нечистыми. На семь, а даже более дней. Вашвишит бейнян намакает хаверо. И третий закон касается раны, нанесенной товарищу. Человек ударил кого-то и нанес ему, значит, повреждение. Так вот, бейнян негаи касательно пятен на теле. Написано в Торе. И так описывается в Торе, что если человек приходит к Коину и показывает ему, что у него появилось пятно, и увидит, значит, Коин, что это пятно находится ниже уровня кожи, то значит, это пятно проказы, и тогда этот Коин его закроет, закроет на семь дней, потом проверит его через семь дней. И если это действительно пятно осталось, то значит, он, то значит, он, этот человек действительно болен проказой, да, и он его закрывает еще на семь дней, тот очищается. Мы тогда уже говорили об этом. Так вот, мишнатэйну баалэ ламэд. Шэйна кухэн метамэ метсора элэ имкэн вадайло шавса боанэга. Вэйна кухэн мэзгир мэцора элэ имкэн вадайло ша анэга амад бээйна. Вэйна кухэн метахэр мэцора элэ имкэн вадайло шавара хэфсион. Авалим еш лос афэк мэабидимэта нэгеа алхэскато. Отсюда мы учим из всей этой истории то, что Коэн не может объявить метсуру этого человека с пятном нечистым, а только если он на 100% убедился в том, что это то самое, то, что он думает. И то еще мы видим отсюда, что Коэн не имеет права закрыть человека на изоляцию, если он на 100% не проверил и не убедился в том, что это то самое пятно, о котором говорит Тора, которое подозревается на мэцора. И третье, что Коэн не должен очищать его, только если уверен, что да, что прошло 7 дней, и действительно это пятно есть, и теперь он нечистый, и ему нужно проходить процедуру очищений. То есть что мы видим? А в алимьешлософэк, ну если у Коэна какое-либо сомнение, сомнение не способно изменить статус человека, он был чист. Коэн говорит, я не знаю, вроде как похоже, вроде не похоже. Пока на 100% это непонятно, не очевидно. Человек остается в презумпции своего предыдущего статуса, то есть в данном случае чистоты. Что же касается Зава, написано в Торе, Человек, человек, истечение у которого это истечение делает ему нечистым. Галаха говорит, шаруэ зива памрешуна. Если человек впервые увидел, да, на первый раз увидел истечение. У него такой же закон, как у обычного человека, у которого была полюция, например. То есть как написано, что у человека у которого полюция, ему надо пойти в микву. Дождаться захода солнца, и все, и он чист. И то же самое будет и с Завом. Но если человек увидел истечение два раза, то есть два дня, идущих один за другим, а рэй у Завле тума, тогда он уже тумится. Шаметамэмэмэшекэмумушага, он уже может, он оскверняет все, на что он садится или ложится. Ему необходимо читать семь чистых дней, окунуться уже не в микве, а в живом источнике, то есть идущий в воде, и еще потом отчитать семь чистых дней, но если он увидит три последующих дня, и у него каждый день истечения, и причем они были постоянно, то есть как бы три дня, идущих один за другим, тогда он получает статус Завгамур, то есть и тогда после восьми, после того, как он отчитает семь дней чистоты, дождется захода солнца, на восьмой день он должен принести специальный корбонот, и все то время, пока он это не сделал, ему запрещено заходить в святые места, в храм, например, кушать от жертвоприношений, и мудрецы учат отсюда, написано, что будет он Завом из плоти своей, что такое Мив Саро, то есть не из чего-либо другого, а именно от своей плоти, то есть, например, если у него второй раз, он увидел, что у него было истечение, но это были обстоятельства непреодолимой силы, не просто из тела что-то пошло, а, например, у него какое-то заболевание было, или сильный испуг, или там, я не знаю, что-то такое из ряда вон, тогда мы снова скажем, что это как обычное, как семяизвержение, и тут все гораздо проще, то есть один день просто идет в Микву и ждет захода солнца. Мишна приходит научить нас, что именно во время второго, когда второй раз он увидит у себя истечение, вот тогда необходимо проверить Зава, и Мохаммад Он и сразу Мохаммад Холи, то есть по какой причине это случилось, может быть, у него был какой-то форс-мажор, может быть, какой-то болезнь, но если уже две у него были обычные, то есть из тела, то третью мы уже не проверяем, то есть Кварей, Гум, Миколь, Маком, Зав, Гамур, и он в любом случае при третьем истечении уже будет, получает статус полноценного Зава и должен уже ждать 7 дней, и Курбанот на 8, и как мы все объяснили. И третье. Мака – это человек, который ударил своего ближнего. Веж ваака зок дей ла мито. И он нанес ему такое увечье, что, в принципе, таким увечьем можно убить. Вело мета муке тэхатьядо. Но так получилось, что он выжил. И тогда, что делается в этом случае? Бэй-Дин должен оценить ущерб, нанесенный человеку. Если Бэй-Дин оправдает его, что значит оправдает его? Скажет, окей, ты нанес удар, от которого не умирают. Тогда ты обязан заплатить ему 5 видов ущербов, то есть за сам ущерб, за причиненное боль и страдание. Ты должен оплатить ему репу, это все лечение. Ты должен оплатить ему все то время, что он не сможет работать. Пусть даже ты будешь всю жизнь, будешь его содержать. У Бошет. И, помимо прочего, ты должен оплатить ему стыд. Ты его опозорил, ты ударил его. В зависимости от того, кто это был за человек, это еще и какой-то моральный ущерб. Все это он должен оплатить. И даже если после этого все-таки утягочится состояние, и он умрет, все равно от смертной казни, ударившей его, будет свободен. Но если Бейдин проверит рану и скажет, слушай, это чудо какое-то, что он выжил. Ты просто убил его. Ну да, он выжил по факту, но это ты топором в голову ударил, человек выжил, но обычно от такого умирает. И тогда, да, его просто сажают в тюрьму до выяснения обстоятельств. И если человек не поправится, то его судят как убийцу. Но если человек полностью излечил, то есть как убийцу, значит, так же его, да, казнят. Но если человек полностью излечился, тогда тогда он должен будет только выплачивать там по всем статьям. Так вот, наша мечта будет заниматься случаем, когда человека присудили к смерти, то сказали, ты что, ты такой удар ему нанес, это как убийство, хоть он и выжил. Но ситуация была странной, то есть он нанес ему смертельный удар, но тот выжил, и даже себя нормально чувствовал. Но прошло время, и он от этого заболел и умер. Да, то есть как вот, да, и Байдин должен был вынести решение в этой ситуации. Итак, говорит Мишна, любое сомнение о пятне на теле человека в начале, человек остается чистым, потому что сомнительная ситуация не может изменить статус 100%. Он был чист, теперь у него что-то появилось, непонятно, что это. Ну так он остается чистым до выяснений точных. Пока точно не будет выяснено, что он там, но как только уже было утверждено, что он, да, тамэ, это действительно метсура, тогда, пока он 100% не очистится, он будет тамэ. И поэтому, если он очистился, а потом выяснилось, что он на самом деле непонятно, очистился он или нет, в то место, куда он пошел окунуться, там было захоронение, как мы учили, то тогда презумпция, ведь что было до этого? До этого он был тамэ. Нельзя изменить статус, как мы учили, презумпция остается в силе. А только стопроцентное обстоятельство может изменить презумпцию. Сомнительное не может. Бешива драхим бутки метазан. Есть семь способов проверки зава. Второе, что мы сказали. Адшилу низкак лизива. Чтобы точно назвать его завом. То есть второй раз человек видит у себя истечение. Нужно проверить его. Возможно, это было какая-то, да, форс-пажорное обстоятельство, а не то, что Тора называет обычным истечением тела, что делает человека нечистым на долгий период времени. На семь вещей проверяют его во время второго истечения. Возможно, он из-за них увидел истечение. Например, Шаруэззева Мохаммад Онес. Альберт, Ика ответил. Ика. Да. Окей. Ну, мы продолжим. Он сейчас подсоединится. Надеюсь. Можно вопрос пока один? Да, конечно. Вот по поводу двух ситуаций, когда он его ударил, ну, это, возможно, был смертельный удар. Я просто первую ситуацию не до конца понял, чем они вообще отличаются. Там же два смертельных удара было. А ситуация такая. Человек ударил его, и Байдинь должен оценить. Он смотрит, ты ударил его топором в голову. Но человек выжил. Выжил. Да. И теперь нужно оценить. То есть ситуация в следующем, что если говорят, что нет, удар не был смертельным, то человек платит пять видов ущербов. Но если тот умрет в итоге от этого удара, все равно человек свободен. Его не будут судить за убийство. Потому что удар не был смертельным. И наоборот, если удар был смертельным, то человека арестовывают. Его подожди, пока никаких выплат. Надо подождать. То есть такой удар. Да, он чувствует себя хорошо. Смотрите, он с топором ходит в голове нормально, живой. Не-не-не, друг. Давай ты за решеткой посиди. Если человек умрет, то его судят как убийцу, его убьют. То есть убийство, понимаешь, это когда ты сразу, раз, и человек умер. А когда уже трудно понять. То есть как ты ему нанес, вроде как бы он выжил, а потом он умер. Да? То есть тут уже очень сложный закон. Надо определить. Дрецы должны степень удара определить. Да, степень удара. Вот. Бешева, Драхима. Так вот, семь способов определить причину истечения у человека. Икуш. Ику. Ика. Да-да. Мы как раз тебя ждали. Итак, смотри, семь способов, семь способов определить, что причина, по которой у человека второй раз идет истечение, она внешняя. Она не мибсаро из тела его, то, что Турак говорит, является тумой. А она внешняя, то есть какой-то испуг, это что-то со стороны. Какие это семь причин. А рейзет ахор, как мы объяснили, если мы докажем, что это одна из этих внешних причин, то он будет чист. Например, бемахаль, он что-то съел. Увы миште, он что-то выпил, он интоксикация какая-то. Это может привести к каким-то реакциям организма. Бемаса. Он поднял что-то очень тяжелое. Увы кфица. Или он что-то перебросил с одного места на другое. Увы холи. Или у него какое-то было скоротечное заболевание, вирус. Увы марэ. Или же он увидел что-то. Объясняет это, увидел женщину. То есть что-то он такое увидел, что привело его к истечению. Или гиргур. Или он думал о чем-то. Тоже имеется в виду, да, каких-то посмотрел что-то, начал фантазировать. Так вот, если это одна из этих семи вещей произошла, то его истечение является просто истечением полюции. Это называется семяизвержение. И тогда это, потому что в чем идея, что зева у женщины, здесь этого не написано, она красного цвета. Но зева у мужчины, она белого цвета. И она очень похожа, то есть невозможно определить это, как бы это то, что зева, а зева это серьезное, это другое заболевание. Или это обычная полюция. Так вот, если семь этих причин, хоть по одной из них он проходит, тогда он остается чистый, ему нужно будет просто окунуться в микву. Значит, они скакли зева, но если было утверждено, что нет, ни одна из семи причин не подходит, он действительно становился то на третий раз его уже не проверяют, уже с ним все понятно. Третий раз увидел, все. Он уже называется он стал становиться полноценным завом, потому что он в третий раз увидел что-то или поднял что-то получается, тогда есть сомнение, скорее всего, это полюция, но так как он уже на второй раз был утвержден как зав, сафека недостаточно, чтобы вывести его из тумы. Как мы сказали, презумпция сильнее, то есть нужно что-то очевидное, стопроцентное, чтобы изменить статус человека. Потому что у нас есть правило, основание для этого Гильвера Аковард Штейль, так как он уже увидел два раза истечение, и мы определили, что это были именно истечения Зивы, то есть уже основание сказать, что и третий наверняка был таким же. Теперь последний момент про удар. Один человек ударил другого ВАМДУГУЛАМИТА. ШИАМУТ МАХАМАТА МАКА. ВАМДУГУЛАМИТА. И БАЙДИН определил, что тот удар, который он ему нанес, он смертельный удар. То есть человек жив, но сам удар смертельный. Люди обычно от такого не оправляются. И тогда ШИАМУТ МАХАМАТА МАКА. Что человек, как бы люди обычно умирают от таких поближдений. ВЕКЕЛЬМИМАШАЯ. ВЕКЕЛЬМИМАШАЯ. Но вдруг тот оправился от своего такого увечья. АТШИХАЗРУВАМДУГУЛАХАИМ. НАХАРМИКАНИХБИДВАМЕТ. И сказали мудрецы, ну ладно, так получается, значит, удар не был смертельным, человек полностью поправился, все нормально. Его, как бы сказали, окей, ты будешь просто платить ущербы, как мы сказали, то есть ты будешь жить, мы тебя не убьем, как убийцу. Но как только они это сделали, он там, может быть, выплатил, может быть, не выплатил, человек заболел и умер. То есть все-таки умер. Что делать? ХАЯВАМАКЕКЕДИНМАКЕАДАМВАМЕТ. Тогда все равно человека осуждают как убийцу. То есть, значит, изначально Бейдин был прав, и то, что он в промежутке выздоровел, да, ничего не меняет, потому что рана, как утвердил Бейдин в начале, являлась смертельной. А если что-то утверждено, то есть рана была смертельной, а потом как бы вроде он выздоровел, и это подвергает сомнению изначальное утверждение. Не, ну смотрите, он же выздоровел, а вы говорили это смертельно, да, а потом он умер, то мы скажем, что сомнение не может отменить что-то уже установившись. То есть, от удара топора в голову, да, человек обычно умирает. А, тут было, это было исключение, Сафек не может отменить то, что уже как бы презумпция. Рабин Ихемья же говорит, патул. Но Рабин Ихемья говорит, нет, все равно человека уже казнить нельзя. Почему? Шараглаймнедавар, я тебе объясню, есть на то основание ведь он умер, возможно, не от удара, который получил, он же из него вылечился, мы же видели, он от него оправился. Но есть, которые объясняют по-другому, как я вам только что объяснил, что эти слова Рабин Ихемья есть на то основание, идут на слова предыдущего, Танакамы, который сказал, почему его все равно у этого надо казнить как убийцу, а потому, что изначально было утверждено что изначально удар был признан смертельным и потом были сомнения, а действительно он смертельный или нет, но в итоге человек умер, поэтому мы говорим, что сомнительная ситуация не может отменить статуса подтвержденного 100%, и поэтому человек все-таки будет рассматриваться как убийца. Уильвамдугутхила лемита. А может он не от этого умер, Альберт? Да, это вот как раз таки спор, вот это как раз таки и говорит Рабин Ихемья. На Ихемья говорит, слушай, Патур, ведь ты видел, он же излечился от этого удара, мало ли от чего он умер, он умер потом от гриппа, да, но Танакава спорит, говорит, нет, слушай, у него смертельный удар, все же какие-то осложнения могут быть, кожа заросла, все, но это дало в итоге свои, это такой ущерб, человек от него именно в этом ударе, но даже, я докажу, почему я прав, говорит Танакава, Раглайм Ледавар, когда что-то установлено на 100%, тот факт, что он оправился, может быть, он полностью излечился, не излечился, не может отменить утвержденное, а у нас есть список смертельных ударов, да, удар там, не знаю, мечом между глаз, он как бы смертельный, да, пробита голова насквозь, это смертельно, хотя бывают случаи редкие, да, люди выживают. Альберт, говорит, но все еще зависит от здоровья самого человека, для кого-то может быть смертельно, для кого-то может быть и не смертельно. Правильно, поэтому его закрывают в тюрьму, то есть убийцу с ним ничего не делают, его закрывают за решетку и ждут, ждут, человек пробитая голова, но вроде ходит, как он так ходит? Если он в коме 20 лет пролежит, он все это время человек тоже в тюрьме будет сидеть? Да, походу, тут очень серьезно все. Ну как? Как бы тут два варианта, либо его надо убить вообще, он убийца, либо пусть сидит, ждет, может быть, отделается штрафом. Убийца, сегодня это пожизненное заключение, у человека уложил на 20 лет в кому. Да, видимо так, видимо так и есть. Окей, Безрата Шем, у нас остается одна мишна, и завтра мы с Божьей помощью сделаем сьюм на весь трактат на Зир, Безрата Шем. Окей, сегодняшний мишнает были возвышение души Ле-Луни, Шмат, Ребекка, Батакива, Анудами, Наоми, Абрамбен, Носепен, Ламбен, Тамара, Ави, Мури, Рафаэльбен, Томара, Рафдэвид Вайс, Бен Мошей, Яков, Илона, Нинцара, София Батицак, Ефим Бен Лев, Визебер Марк, Михаил Бен Низа, Циля Батгриш, Исак Бен Зейд, Мордаха Бен Исраэль, Нови Батесарану, Дамин Тайло, Таниэль Менахам, Менхана, Фаина Батесак, Лариса Батавраам, Михаил Батесак, Роза Батмейс, Елизавета Батлев, Маргарита Батлев, Алла Батавраам, Мария Батавраам, Николай Бен Авраам, Татьяна Хая Батмая, Алик Давид Бен Айзек, Анолад Мин Броха, Менухатам Биганеден, Шкоях, Хорошего, успешного дня. Прощаюсь.